Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец. Сегодня Россия нанесла очередной массированный удар дронами по украинским городам. Всего было запущено 67 ударных беспилотных летательных аппаратов. Шахет из них, как сообщают воздушные силы, достигли цели. Только 3,58 были сбиты, а еще 6 вышли из воздушного пространства Украины, улетев в направлении России, Белоруссии, а также временно оккупированной Луганской области. Один из этих дронов сегодня упал, точнее его остатки упали возле Верховной Рады, в самом центре Киева. Почему так произошло, поговорим далее. Форб сообщил о начале успешного контрудара ВСУ под Покровском. Ранее главком ВСУ генерал Сырский сообщал о том, что удалось остановить, и в течение 6 дней российские войска не имели ни одного метра продвижения. На фронте ВСУ начали использовать инновационные дроны «Дракона», а также летающие автоматы, которые используют смесь алюминия с оксидом железа. При этом выиграет все, включая даже военную технику. Главы крупнейших спецслужб мира, ЦРУ и МИ-6 в Лондоне заявили о том, что операция ВСУ в Курской области продемонстрировала значительный тактический успех Киева и слабости российской армии. Иран передал России 200 баллистических ракет, об этом сообщает Уолл-стрит. Джорнал Трамп снова заявил о том, что он закончит войну к Новому году, и Путин согласится с такими условиями, а нефть он обещает обрушить до 40 долларов. Ну, впрочем, он это уже заявлял ранее. И, наконец, скандал из-за фильма на венецианском биеннале «Русские на войне» Фильм, который был снят российской, точнее, российско-канадской режиссером Анастасией Трофимовой. В нем она рассказывает о том, что около года прожила вместе с российскими военнослужащими, и русские мальчики не несут ответственности за то, что их Путин бросил умирать. Все они жертвы этой войны, они не военные преступники, не насильники, не убийцы, а просто мальчики, которые стали случайным жертвами этой войны. Вот такой скандал. Далее этот фильм, кстати, покажут нам в Международном кинофестивале в Торонто. Итак, начнем. Итак, воздушные силы Украины сегодня сбили 58 беспилотников, 6 улетели в воздушное пространство, как я сказал, уже России, Белоруссии, Луганской области. Три российских беспилотника упали под воздействием радиоэлектронной борьбы, где они упали, правда, непонятно. Один из этих дронов сообщается о том, что упал возле Верховной Рады. Его обломки, и сразу появилось предположение, что противник может пристреливаться по административным зданиям. Тем более, что ранее появилась информация о том, что в Кремле приняли решение нанести удар, извините за эту автологию, по центрам принятия решений. Всего по Печерскому району, это центральный район украинской столицы, где находятся все ключевые здания Верховной Рады, здания правительства, офиса президента, банков и тому подобное. Туда сегодня прилетело по четырем разным адресам. При этом сообщается, что возникло возгорание площади 50 квадратных метров без серьезных разрушений. Это говорит о том, что противник действительно может пытаться пристреливаться по административным зданиям. Так ли это, или это сегодня было случайное, скажем так, падение обломков, пока непонятно, четкого ответа нет, но исключать этого, безусловно, было бы нельзя. В любом случае, да, это одна из самых массированных атак. 67 беспилотников ударных, это одна из самых массированных атак за последние несколько недель, за которые, как правило, у противника следует уже дали удар крылатыми и баллистическими ракетами. Тем не менее, ПВО в большинстве украинских городов, как мы видим, полностью справилась. Справились РЭБы, вот крупные города сейчас Украины будут прикрыты, гражданские объекты будут прикрыты. Дополнительные системы ПВО в Украине сейчас предоставляют Румынию. Систему Патриот полностью комплекс переданной решением президента этой страны в два раза увеличивает количество поставок аресты немцы. Наконец, Испания передала также системы ПВО «Хоук». Таким образом, противник, который осуществлял ракетно-бомбовый удар, массированный, самым массированным из которых стал удар 26 августа, его действия привели к противоположному результату увеличения на балансе украинской армии западных систем, передовых систем ПВО. Тем временем, как сообщает издание «Форбс», правда, эту информацию не комментируют, подчеркну, официально, и, в принципе, так делают всегда, официально представители украинского командования «Форбс», тем не менее, сообщается ссылка на свои источники о том, что вооруженные силы Украины нанесли успешный контрудар под Покровском. Туда же, как утверждают журналисты, были переброшены дополнительные резервы. В частности, издание приводит данные о том, что это открытая информация, сразу, если вы начнете сейчас писать в комментариях, почему эта информация появляется, здесь она напечатана, ее прочитали миллионы людей во всем мире, поэтому я ничего здесь нового не сообщу. Итак, сообщает издание «Форбс» о том, что была переброшена военная из бригад «Кардак» национальной гвардии, 12-й бригады «Азов» нацгвардии, 93-й механизированной бригадой «ВСУ». Также они приводят данные неправительственной организации «Украинский центр оборонных стратегий» «ЦОС», который прогнозирует о том, что битва за Покровск станет кульминацией всей военной кампании 2024 года. При этом, по различным данным, российская военная команда сосредоточилась здесь в 4 раза больше живой силы, чем имеет ЗСУ. Тем не менее, благодаря резервам штурмы противника удалось остановить, более того, на отдельных направлениях мы видим, есть успешное продвижение, «Контурдар» дает свой результат, что признают в том числе и представители «Зетблогеров» и российских пропагандистов. В частности, «Зетблогер» Вени Норин назвал украинские резервы, которые прибыли достаточно целыми и хорошо оснащенными. Также автор канала «Записки ветерана» отмечает о том, что происходит то, что предполагалось. В СУ начали контратаковать в районе Селидова, Торецка и Нью-Йорка. Российское военное командование будет пытаться, как прогнозирует военный эксперт, из Центра обороны и стратегий сохранить темп, однако вряд ли им удастся. До наступающей зимы времени у них остается не так много. Активность боевых действий в зимнее время обычно сокращается, поскольку это требует больше ресурсов. Они не прекращаются, но они могут сократиться. Основные бои сейчас ведутся, как пишет Форс, в районе населенного пункта Селидова. Однако здесь старые, но модернизированные советские танки Т-64 бригады «Карадак» смогли уничтожить значительное количество тяжелой техники боевых машин противника, которые пытались атаковать по главной дороге, ведущей с восточного направления на западное. Однако здесь из-за рельефа местности российское военное командование не может поддерживать необходимых ему темпов наступления. И с прибытием новых резервов, как утверждает Форбс, захват Покровска выглядит менее-менее вероятным. Накануне, напомню, генерал Браун, начальник объединенного комитета штабовармии США в Рамштане, заявил о том, что США уже помогают, ВСУ серьезно сейчас укрепляют направление Покровска и здесь сдерживают российское наступление. Вот такие результаты, собственно говоря. Мы видим, Путин во Владивостоке на Восточном экономическом форуме называл захват Донбасса, выход на административные границы Донецко-Луганской областей первоочередной целью российской армии. А вот Курское направление не является приоритетным. То есть там Путин сейчас перебрался от резерва и не собирается. Напомню, впервые задача Путина полностью выйти на административные границы Донецко-Луганской области ставилась еще в 2022 году, причем даты ставились 1 июня, 1 июля. Они не были достигнуты даже два года спустя после начала полномасштабного российского вторжения. В качестве одного из самых успешных примеров прибедения в СУ новых типах вооружений телеканал CNN приводит использование так называемых дронов-драконов. Первое видео, с которым было выставлено Министерство обороны Украины на этой неделе. На них видно, как низколетящие дроны сбрасывают фонтаны огня на посадку, выжигая все. В том числе это пламя, которое вырывается. Оно уничтожает не только живую силу, оно уничтожает полностью всю технику. Состав, который используется в них, загорается при температуре около 2200 градусов по Цельсию. Это термитная смесь, новая, которая обладает ВСУ. Однако, как утверждают военные аналитики, в частности британский военный аналитик Николас Драмонт, он назвал это инновационным решением. Однако, он заявляет, что из-за ограниченности использования, эффект будет скорее психологическим, чем физическим. Тем не менее, уже известно о применении подобной термитной смеси военнослужащими с 60-й механизированной бригадой. Это их официальное сообщение, которое они публиковали в соцсетях. Также, подразделения ВСУ начали использовать дроны с автоматическим оружием, установленное в частности, была компания Wild Hornets. Сообщается о том, что АК-47 установили на платформу, оснащенную четырьмя винтами. Этот беспилотник атаковал впервые позиции российских войск. Об этом сообщает издание БИЛЬ, в частности, военный корреспондент Юлиан Рёбке. Рёбке.